12 апреля 2014 года группа вооруженных людей захватила административное здание в городе Славянске Донецкой области. Они назвались сторонниками самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Мы здесь будем до последнего, пока не пройдет референдум. Все города будут браться под окрану и повторим Крым. В этот же день около Славянска попала в засаду группа сотрудников СБУ. Они были обстреляны неизвестными лицами. В результате один офицер погиб, еще трое были ранены. Через сутки после инцидента в интернете появился радиоперехват телефонных переговоров. На записи человек с позывным «Стрелок» и некто Александр из Москвы обсуждают уничтожение группы украинских силовиков. Привет. Алло. Да, алло. У вас обстановка. Ну смотри, первую атаку мы отбили. Налетели они на наш заслон. Понесли большие потери. Понесли большие потери. Мы не знаем, кого мы покрашили, но кого-то серьезно. Я понял, отлично. Значит смотри, к вам сейчас выдвинется из Луганска, кто с боевым опытом, те и выдвинутся. Хорошо. Служба безопасности Украины установила личность стрелка. Им оказался гражданин России и бывший сотрудник спецслужб Игорь Гиркин. Средства массовой информации начали собирать о нем данные, и в интернете появился даже текст его автобиографии. Меня зовут Гиркин Игорь Всеволодович. В Кирове 92-й год, Боснии 92-й, 93-й, в Чечне по контракту 95-й. С 96-го года проходил службу в Федеральной службе безопасности. С 99-го по 2005-й почти непрерывно служил в Чечне. Был ранен и контужен, имею награды. Уволен в запас по сокращению штатов в звании полковник. В 2003 году правозащитный центр «Мемориал» издал книгу «Здесь живут люди. Чечня. Хроника насилия», в которой собраны свидетельства военных преступлений. В этой книге сообщается как минимум о трех похищениях гражданских лиц в 2001 году, в которых участвовал военнослужащий по фамилии Стрелков. В мирное для себя время Стрелков Гиркин принимает участие в военных исторических реконструкциях и не скрывает своих монархических взглядов. На сайте российских националистов «Спутник» и «Погром» были опубликованы правила жизни полковника Стрелкова. Считаю себя идейным сторонником самодержавной монархии в России. В свое время одними из первых в Москве, году, по-моему, в 90-м, присягал Владимиру Кирилловичу, был юн и восторжен, разочарование было горьким. Государя даст Господь, если будет милости в Красии. Среди ныне известных нам политиков его нет. Для справки. Великий князь Владимир Кириллович Романов, глава Российского императорского дома, претендовал на российский престол. Умер в 1992 году. Украинский военный историк Ярослав Тынченко вместе со Стрелковым Гиркиным участвовал в военных реконструкциях. В интервью газете «Факты и комментарии» он рассказывает. После знакомства Игорь мне сразу заявил, Украина будет в составе Великой Русской империи. Советской или монархической ему было все равно. Независимость Украины и других республик СССР он считал недоразумением, мифом, который нужно исправить, если потребуется силовым путем. Хакерская группа «Анонимный интернационал» вскрыла переписку электронной почты Стрелкова Гиркина. Еще в 2010 году в письме от 5 января Игорь Гиркин обсуждает с неким адресатом под ником Беркем возможность приднестровского варианта для Украины. Кое-кто из моих друзей-приятелей занимается украинским проектом и пытается его провернуть как-нибудь на что-то более реальное, чем тупой распил выделенных на этой старой площади бабок, для чего этот проект, собственно, и придуман, к сожалению. Не очень верится, но все же, если поднапрячься, возможен приднестровский вариант. Как думаешь? В России же, похоже, сейчас нихрена не сделать. Нет конфликта, нет катализатора. Кавказ не в счет отвлечения на ложный объект. Все плотно контролируется. И имей в виду на всякий случай, что десяток другой ветеранов с реальным опытом и готовностью рискнуть всем в час икс собрать смогу. На старой площади в Москве находится администрация президента России. Как утверждает анонимный интернационал, под псевдонимом Беркем скрывается известный российский политтехнолог и пиарщик Александр Бородай. Украинские СМИ выяснили, что он и есть тот самый Александр из Москвы, с которым Игорь Стрелков говорил по телефону 13 апреля 2014 года из Славянска. Именно Александр Бородай в это время непосредственно координировал деятельность боевых групп и российских пропагандистских телеканалов на Донбассе. Я тебя хочу вывести на прямой эфир Лайф-Ньюса. Я дам этот телефон, они позвонят, представится Лайф-Ньюс из Москвы. Слушай, я уверен, что мне это нужно. Не представляйся. Хорошо, возьми своего заместителя, того, кто говорит с украинским акцентом, и пусть он сформулирует абсолютно отчетливо, представится заместителем командира и сформулирует абсолютно отчетливо, что происходит с тем, что все нормально, все в порядке, мы победили, то есть хотеть, отступили, потерями большими. У нас потерь нет. И требование, что мы требуем федерализации Украины, выборов губернаторов, немедленных выборов губернаторов, не позднее 25 числа бы Рада не могла бы совершать внешние заимствования без двух третей голосов регионов. Это очень важно. Это очень принципиальное требование. Александр Бородай родился и вырос в Москве. Закончил философский факультет МГУ. В начале 90-х принимал участие в боевых действиях в Приднестровье. В конце 90-х Александр Бородай и сотрудник ФСБ Игорь Гиркин готовили материалы из Чечни для газеты «Завтра», известной своей имперской направленностью. На момент начала войны с Украиной Александр Бородай является пиар-консультантом и возглавляет интернет-телеканал «День ТВ». На официальном сайте проекта сформулирован его идеологический концепт. Русская идея, прошедшая интенсивную дискуссию, станет эскизом будущего возрождения страны. Параметры этой идеи ясны и понятны. Россия должна быть огромной, соединяющей в себе великие пространства и многочисленные народы одной шестой части суши, давая ей осмысленное управление и гармонию. Русская нация, взяв на себя главную роль управления и строительства, будет открыто взаимодействовать с другими народами, выстраивать единый имперский проект. В качестве пиар-консультанта Александр Бородай долгое время работал на инвестиционный фонд «Маршал Капитал» российского бизнесмена Константина Малафеева. В 2013 году в компании «Маршал Капитал» появился новый сотрудник, полковник ФСБ в отставке Игорь Гиркин. Об этом он сообщил на военно-историческом онлайн-форуме. Уволен запас по сокращению штатов званий полковника, оформляю пенсию, работаю начальником службы безопасности в фирме «Маршал Капитал» у Константина Малафеева. Бывший сотрудник спецслужб занимается важными для компании вопросами, в частности, уголовным делом против Малафеева о хищении кредита в размере 225 миллионов долларов у ВТП банка. В загородных домах руководителя Ростелекома Александра Проваторова и основателя фонда «Маршал Капитал» Константина Малафеева в эти минуты проводится обыск и выемка документов. Также в декабре 2013 года Гиркин присутствовал при обысках в компании бизнесмена Константина Малафеева «Инфраинжиниринг» в рамках уголовного дела по факту нанесения материального ущерба открытому акционерному обществу «Ростелеком». Как утверждает источник в ФСБ российскому интернет-изданию «Слон», подпись Гиркина стоит в протоколе обыска. Российские СМИ называют Константина Малафеева «православным олигархом». Он является председателем правления благотворительного фонда святителя Василия Великого. По странному совпадению, именно после появления уголовных дел Константин Малафеев стал направлять значительные суммы на благотворительность и общественные проекты. По данным Министерства юстиции России, в 2007 году бюджет фонда Василия Великого составлял 15 миллионов рублей, а в 2012-м уже более 1 миллиарда. Так фонд Малафеева стал одной из крупнейших благотворительных организаций России. В 2013 году скандально известная Лига Безопасного Интернета получает от фонда Василия Великого 84 миллиона рублей. В этом же году фонд выделяет 14 миллионов рублей, чтобы привезти с греческого Афона в Россию, Белоруссию и Украину православную святыню – дары волхвов. Киев. 16 января 2014 года. В центре города уже второй месяц длится мирная акция протеста Евромайдан. Пропрезидентское большинство в парламенте срочно принимает пакет законов, которые были названы «законами о диктатуре». Они дают возможность у власти ограничить деятельность СМИ, привлечь к уголовной ответственности депутатов от оппозиции и разогнать Майдан. В знак протеста в воскресенье 19 января на «Народные вещи» собрались десятки тысяч людей. Часть протестующих покинула периметр Евромайдана и выдвинулась на улицу Грушевского в направлении Верховной Рады. Лидеры оппозиции пытались остановить активистов, но избежать столкновений с правоохранителями не удалось. Внезапно среди протестующих появились радикально настроенные бойцы с коктейлями Молотова. Кто-то явно был заинтересован в том, чтобы мирная акция протеста переросла в жесткое противостояние с милицией и Беркутом. Мы засуджуем насильство. Мы не для этого собрались, чтобы дать привид Виктору Януковичу вместе с Беркутом и внутренними войсками разогнать наш мирный протест. Через несколько дней противостояния на улице Грушевского появились первые жертвы. 22 января, в день соборности Украины, от огнестрельного оружия погибли Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. Также от полученных ранений через несколько дней в больнице скончался евромайдановец Роман Сенек. Похищенный накануне Юрий Вербицкий был найден мертвым под Киевом. День 22 января 2014 года был назван Кровавым Днем Соборности. В декабре 2016 года следствие Генеральной прокуратуры Украины установило следующие факты. В теле Сенека Романа выявлена куля, которая используется для запуска транспортных засобов в системе Министерства внутренних справ. Она не имеет свободного ходжения. Служба безопасности Украины выяснила, что 21 и 24 января 2014 года авиарейсами из России Чкаловск-Киев в столицу прибыли два груза общим весом 5 тонн. В них находились спецсредства для охраны общественного порядка. Судя по всему, шла активная подготовка к силовому разгону Майдана. Тот факт, что в разработке этой операции принимала участие Федеральная служба безопасности России, подтвердил 22 января 2014 года на своем YouTube-канале скандально известный российский журналист Сергей Доренко. Мне кажется, мы общаемся с полными пустышками и политическими импотентами на Украине. Мне говорят, в украинской беспеке сейчас сидят специалисты из ФСБ и дают советы людям Януковича. Кроме того, Москва дает Януковичу деньги миллиардами долларов. А в чем прагматика этих движений? Кто-нибудь понимает? В чем прагматика этих безумных трат? Янукович потеряет власть через неделю или через один год на очередных выборах? Зачем нам вкладываться в лузера Януковича? Надо остановиться. В разгар событий на улице Грушевского 24 января в Киев прилетел еще один российский самолет. Приезд в Даров Вахлов это событие гораздо более историческое, вселенского масштаба. И, наверное, мы должны сказать, что когда-нибудь, через много лет, мы будем вспоминать именно приезд Даров Вахлов и, наверное, даже забудем, на фоне чего это происходило. Так Константин Малафеев, основатель фонда святителя Василия Великого, прокомментировал свою миссию. На одном из церковных мероприятий в Киеве камера зафиксировала Игоря Стрелкова-Гиркина. В последствии он подтвердил, что обеспечивал безопасность православной реликвии и посещал Майдан. Да, я обеспечивал безопасность принесения Даров Вахлов в Киево-Печерской лавре. Соответственно, я выкроил пару часов, чтобы посетить Майдан. В другом интервью Стрелков-Гиркин признался, что во время службы в ФСБ он также занимался и украинским вопросом. Поскольку, так вот, могу сказать, что на определенном этапе недолго моя служба касалась и Украины, связанной с событиями, с участием украинских националистов в чеченских войнах первой и второй. То есть у меня имелось определенные, как бы, контакты в Киеве. Киев должен был стать единственным украинским городом, где побывают дары волхвов. Однако, внезапно, планы изменились. 30 января 2014 года самолет с православной реликвии вылетел из Киева в Крым. Помимо священнослужителей, дары волхвов сопровождали российский бизнесмен Константин Малафеев и депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин, один из руководителей Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство». Год спустя в интервью российской газете «Ведомости» бывший первый вице-премьер Крыма Рустам Тимиргалеев раскрыл многие детали этой миссии. В Крыму, как на зло или к счастью, это уже вопрос была. Жуткая погода завалила все снегом, лед, и аэропорт Симферополя категорически отказывался. Я звоню Саблину и говорю, что невозможно принять рейс, и тогда он говорит, делай, что хочешь, но мы должны сесть на бельбек. Мы при помощи Могилева уговорили военное руководство, и они разрешили посадку на военный украинский аэродром двух бортов с дарами волхвов. Именно тогда я познакомился с Константином Малафеевым. То, что касается Севастополя, то это место, в котором крестился равноапостольный князь Владимир, который крестил Русь, и город, в который мы не могли не приехать. В Крыму прошли службы, и местные священники верили, что святыня принесет мир и благодать в Украину. Севастопольцы молятся о мире в нашем государстве, и о любви в нашем государстве. По словам Рустама Тимиргалеева, Малафеев и Саблин хотели встретиться с председателем Совета министров Крыма Анатолием Могилевым и провести с ним переговоры о будущем полуострова. Но им это не удалось. После того, как Могилев отказался встречаться, к нему в Симферополь прилетал Сурков. О чем они говорили, мне неизвестно. Могу только сказать, что Могилев был взволнован и расстроен, и, судя по его словам, Сурков тоже не был удовлетворен встречей. Владислав Сурков, советник президента России Владимира Путина, занимается вопросами взаимоотношений с непризнанными республиками Абхазии и Южной Осетии. С сентября 2013 года он стал курировать и украинский вопрос. Рустам Тимиргалеев в своем интервью заявил, что Малафеев и Саблин вели переговоры с некоторыми украинскими офицерами, депутатами Крымского парламента и председателем Верховного Совета Крыма Владимиром Константиновым. Они убеждали собеседников поднимать знамя независимого или, как минимум, абсолютно автономного Крыма. Кроме того, Малафеев и Саблин провели встречу с руководителем партии «Русское единство» Сергеем Аксеновым. Там же с ним познакомился и Игорь Стрелков-Гиркин. Вы знали его до этого? Да, знал. Я с ним познакомился во время принесения даров волхов в Симферополе. Я с ним общался. Собственно говоря, он и так произвел на меня сразу очень хорошее впечатление, очень серьезное. Он очень харизматичный человек. Там, когда его обвиняют в каких-то там грехах прошлого, я могу сказать, что вот этот человек, который, не знаю, насколько это соответствует, действительно не соответствует, то, что человек способен подняться над своим прошлым, то есть способен развиваться, причем это однозначно. Документы о грехах прошлого Сергея Аксенова на своей странице в Facebook в 2015 году выложил бывший президент Крыма Юрий Мешков, известный своей попыткой в начале 90-х присоединить полуостров к России. Мешков сообщил, что материалы ему передали сотрудники 6-го отдела Крымского главка МВД, отдела по борьбе с организованной преступностью. Документы датированы 1994-1998 годами, и из них следует, что Сергей Аксенов под кличкой «Гоблин» состоял в криминальной группировке «Греки». Затем он перешел в банду под названием «Сейлем». По оперативной информации МВД, Аксенов сам организовал убийство, а также на него было совершено несколько покушений со стороны конкурирующих криминальных группировок. В интервью газете «Ведомости» Рустам Тимиргалеев рассказал, когда было принято решение отстранить Донецких от руководства Крымом. Примерно 10 февраля занимались этим я и Аксенов. Когда мы уже приняли решение с Константиновым, в тот момент Аксенов был руководителем небольшой группы из трех депутатов русского единства. Но у него была мобилизационная структура, поскольку в свое время он руководил движением гражданский актив Крыма. Он мог собрать от 500 до 1000 человек, не без затрат, конечно. Когда мы вели те беседы с Константиновым, Аксенов был одним из явных антидонецких политиков. Когда пошли эти процессы в Киеве, мы все поняли, что это отличный шанс от них избавиться. Рустам Тимиргалеев признал, что сценарий крымского самоопределения был написан не в Крыму. Оглядываясь назад, можно сказать, что однозначно очень серьезно, аналитически была продумана вся эта операция. Здесь, в Москве, в Кремле кем-то была продумана. Если мы понимаем с вами, что все это имело определенную режиссуру, то режиссеру нужно поставить 5 с плюсом. 7 февраля 2014 года президент России Владимир Путин открыл Олимпийские игры в Сочи. 22-е зимние Олимпийские игры в Сочи объявляю открытыми. Российская новая газета в 2015 году опубликовала полученную от источников администрации президента России аналитическую записку, которая содержит рекомендации по событиям в Украине начала 2014 года. Текущие события в Киеве убедительно доказывают, что время пребывания Януковича в власти может закончиться в любую минуту. В этих условиях представляется правильным сыграть на центробежных устремлениях различных регионов страны с целью в той или иной форме инициировать присоединение ее восточных областей к России. Доминантными регионами для приложения усилий должны стать Крым и Харьковская область, в которых уже существуют достаточно сильные группы поддержки, идеи максимальной интеграции с Российской Федерацией. Как видно из документа, Кремль уже в начале февраля прогнозировал падение режима Януковича и приход к власти в Киеве политической оппозиции. В случае такого развития событий авторы аналитической записки разработали следующие рекомендации по разделу Украины. Организация в областях с пророссийскими настроениями акции неповиновения киевскому режиму. Придание этому процессу политической легитимности и морального оправдания. Выдвижение требований федерализации. Проведение легитимных и честных референдумов о самоопределении и объединении с Россией. Активное пиар-сопровождение этих процессов в российских и украинских СМИ. Новая газета предполагает, что аналитическая записка попала в администрацию президента России между 4 и 12 февраля 2014 года. По мнению экспертов, в подготовке документа мог принимать участие православный бизнесмен Константин Малафеев. Пресс-служба компании «Маршал Капитал» опровергла эту информацию и пригрозила новой газете судебным разбирательством. Позже журналистам стало известно, что 2 февраля, за несколько дней до появления документа в администрации Путина, в Москву из командировки вернулся начальник службы безопасности «Маршал Капитал» Игорь Стрелков-Гиркин. Сам же Константин Малафеев уже через неделю приступил к решительным действиям в Крыму. Он направляет 30 миллионов рублей в поддержку избрания народного мэра Севастополя Алексея Чалова. Именно в эти дни реализация плана раздела Украины вступила в активную фазу. И уже в феврале 2014 года российские СМИ начали массированную пропагандистскую атаку. Государственные телеканалы активно пугают зрителей украинскими фашистами и бандеровцами, которые рвутся к власти. Януковича настойчиво призывают жестко навести порядок. На российском телевидении появляются сюжеты со сфабрикованными фактами и подставными персонажами. Так, 11 февраля в сюжете об акции в Киеве с громким названием «Солдатские матери против Майдана» одна из героинь заявила. Нормальный здравый националист никогда не даст на своей родине вступить оккупанту. Не даст. А эти националисты продают полностью Европе и Америке. 18 февраля 2014 года участники протестов на Майдане организовали мирное шествие к Верховной Раде Украины в поддержку законопроекта о возврате к Конституции 2004 года. Канцелярия Верховной Рады по распоряжению спикера Владимира Рыбака отказывается регистрировать законопроект. Возле здания парламента вновь были спровоцированы жесткие столкновения евромайдананцев с силовиками и участниками антимайдана. Бойцы Беркута жестко зачищают от протестантов улицу Институтскую. Появляются первые жертвы противостояния. По результатам расследования этих событий в 2015 году Генеральная прокуратура Украины заявила, что на 18 февраля 2014 года было запланировано спровоцировать градус конфликта между силовиками и протестующими, осуществить силовой разгон протеста с применением огнестрельного оружия и тем самым создать основания для проведения антитеррористической операции. Этот план был разработан еще в январе, что подтверждается документом под названием «О кризисе на Украине». Его опубликовала на своей странице в Фейсбук главный редактор издания «Киевпост» Екатерина Горчинская. В своей авторской колонке в газете журналистка сообщила, что документ получен от надежного источника и, вероятно, разработан в Совете национальной безопасности России. Из текста следует, что Виктор Янукович не выполнил некие обязательства, которые взял на себя на встрече с Владимиром Путиным 17 декабря 2013 года. Поэтому должен быть реализован следующий план действий Кремля в Украине во второй половине января и феврале 2014 года. Пригласить Януковича на открытие зимних Олимпийских игр в город Сочи, где потребовать от него неукоснительное выполнение всех взятых на себя обязательств. В качестве гарантии обеспечить подписание Виктором Януковичем письменного обращения к руководству Российской Федерации с просьбой ввести российские силы для поддержания конституционного порядка в столице и других городах Украины. Потребовать от Януковича немедленного наведения порядка в Киеве с использованием всех имеющихся сил и средств, гарантировав ему личную безопасность. В случае неспособности Виктора Януковича обеспечить желаемый результат своими силами следует предусмотреть планирование более широкого участия российских сил и средств в стабилизационной операции в городе Киеве и других регионах Украины, в том числе и в качестве непосредственных исполнителей. Полная дестабилизация ситуации на Украине, которая станет вероятным результатом провала операции по наведению порядка в Киеве силами и средствами украинских силовых структур, должна подтолкнуть Януковича к распуску Верховного Совета Украины и превратить его в единственный законный орган власти на Украине. События в Киеве стали началом активной фазы этого плана. Ночь с 18 на 19 февраля на Майдане становится критической. Начинается штурм. Силовики захватывают баррикады на Крещатике и Институтской. Поджигают лагерь протестантов и их штаб в Доме профсоюзов. Единственным барьером между Беркутом и майдановцами стал огонь. Активисты поддерживали его всеми силами, а силовики пытались тушить водометами. Штурм прекратился только под утро. На переговорах с лидерами оппозиции президент Янукович предложил сдаться и уйти с Майдана. Они предложили нам фактически сдаться и покинуть территорию Майдана. Мы будем стоять с людьми, у нас нет оружия, у нас нет никаких формований, у нас мирные люди. Эти люди имеют право тут стоять и имеют право продолжать свой мирный протест. 19 февраля. Подъезды к Киеву и центр города перекрыты для транспорта, не работает метрополитен. СБУ объявило о подготовке к антитеррористической операции. А через несколько часов появилось уточнение, что в ней будут использованы вооруженные силы Украины. Средства массовой информации сообщили о том, что в Киев экстренно должны вылететь министры иностранных дел Германии, Франции и Польши. Поздним вечером того же дня состоялись очередные переговоры лидеров политической оппозиции с Виктором Януковичем. По результатам встречи стороны объявили о перемирии и начале переговорного процесса с целью прекращения кровопролития, стабилизации ситуации в государстве ради гражданского мира. Утром 20 февраля появилась информация, что в Киеве перекрыты мосты и не работают заправочные станции. В 7.55 украинский Форбс опубликовал заявление депутата от Батькевщины Олега Медуницы. Депутат сообщил, что накануне получил СМС о том, что запланированное на 10 утра заседание Верховной Рады не состоится. Новостные ленты начинают ежеминутно наполняться тревожными сообщениями. В 8.58 пресс-служба МВД заявляет, что митингующие предположительно из здания консерватории применили огнестрельное оружие против военнослужащих и сотрудников Беркута. Более 20 правоохранителей получили ранения. В это время возле Верховной Рады журналисты ждут запланированное заседание. 9-го ранку бля будівля парламенту збираються журналісти. Вхід для пресси зачинений. Очевидно, что сьогодні заседання не буде. Однако некоторые депутаты все же пришли на заседание. Почему-то СМС-сообщения получили не все. Боротьба за президентский пост уже призвела до людских жертв. Я вважаю, что актуальна мия пропозиция коммунистів взагалі ликвидувати цю посаду. Что это происходит? Что это происходит? Корреспондент агентства Интерфакс Украина сообщил, что в 9 утра более тысячи человек вышли из перехода на станции метро Печерская и двинулись по улице Кутузова в направлении Верховной Рады. У некоторых из них были замечены палки под верхней одеждой. В это время на Майдане подразделения Беркута, несмотря на численное превосходство, начали отступать вверх по улице Институтской. Митингующие занимают их позиции. В половине десятого в твиттере Евромайдана появилось сообщение «Нужны медики, очень много раненых». В это время по активистам Майдана силовики открыли прицельный огонь. Камеры зафиксировали людей в черной форме с желтыми повязками на рукавах. Позже американский журналист Джейми Детмер в интернет-издании «The Daily Beast» опубликовал эксклюзивное видео, которое было снято 20 февраля из окна засекреченного объекта спецподразделения СБУ «Альфа». На видео спецназовцы грузят в автомобиле оружие и ящики с патронами. На рукавах бойцов желтые повязки. А в карманах бронежилетов магазины от автоматов Калашникова. Посмотрите СМИ это еще до того как началась стрельба. Они перемещаются по двору готовятся некоторые из них не покидают двор. Оттуда до Институтской всего три квартала потом вы слышите стрельбу. Джейми Детмер заявил, что у него есть 90 гигабайт фото и видеосвидетельств. Откуда у него эти материалы журналист не разглашает. Однако ручается за их подлинность. В половине десятого когда на Институтской начался расстрел активистов Майдана подразделения Беркута и внутренних войск внезапно снимают охрану Верховной Рады. Видимо план состоял в том чтобы жертвами подтолкнуть майдановцев к захвату и разгрому Верховной Рады с участием большого количества провокаторов. Таким образом единственным легитимным представителем власти в стране остался бы президент Виктор Янукович. У него появился бы повод для введения чрезвычайного положения в стране и возможность задействовать вооруженные силы Украины для ликвидации Майдана. В это время лидеры оппозиции на встрече с прибывшими главами МИД Франции Германии и Польши заявили что власть нарушила перемирие. Страшным сне не может присниться когда украинец идет против украинца. На сегодняшний день власть довела людей до такого состояния и на ней лежит полностью ответственность. Около 11 утра в администрации президента начались переговоры Януковича с главами внешних ведомств Германии Франции и Польши. В 12.03 в тылу Майдана возле отеля Казацкий медик-волонтер получила пулевое ранение в шею. В этот момент стало очевидно что в конфликте в центре Киева задействованы снайперы. Газета «Зеркало недели» опубликовала информацию что группа снайперов которая вела огонь по протестующим уже около трех недель базировалась на территории кабинета министров. Источники здания в частности сообщил. 20 февраля в 8.45 утра вся группа быстро покинула территорию кабмина и побежала по направлению к клубу кабинета министров. При себе спецназовцы имели снайперские винтовки их сопровождал внедорожник Марку рассмотреть не успел который до сих пор на территории кабмина не появлялся. По мнению экспертов деятельность снайпера на Майдане руководила некая третья сила которая была заинтересована в кровопролитии с обеих сторон противостояния и стремилась спровоцировать активистов на жесткие действия по отношению к власти. Однако сценарий по разгрому Верховной Рады Украины не сработал. Майдановцы не поддались на провокацию. В 16.15 вице-спикер парламента Руслан Кошулинский открыл заседание Верховной Рады. По информации журналистов на тот момент кворума в парламенте не было. Практически отсутствовали в Раде депутаты от партии регионов и КПУ. В 16.40 снайпер на Институтской сделал свой последний выстрел. Возле меня человек в голову выстрелил снайпер! В депутаты в 16.40 должен был провокировать какие-то события, убийства, какие-то безлады. Это что за угодно? В это время в администрации президента шли переговоры министров иностранных дел Франции, Германии, Польши с Виктором Януковичем, которые длились уже 6 часов и не принесли никаких результатов. Позже появилась информация, что Янукович прерывал переговоры для телефонного разговора с Владимиром Путиным. В 17.32 российское информационное агентство ИТАРТАС сообщило, что президент России отправляет в Киев с миссией посредника уполномоченного по правам человека России Владимира Лукина. В это же время началось заседание Верховной Рады Украины. В зале находилось уже 227 депутатов. Однако не работала система электронного голосования Рада. Впоследствии Службой безопасности Украины было зафиксировано, что в этот день в 19.40 рейсом Шереметьево-Борисполь в Киев прилетел помощник президента России Владислав Сурков в сопровождении группы офицеров ФСБ. Возглавлял группу генерал-полковник Сергей Беседа. Впоследствии агентство Интерфакс ссылаясь на источник Федеральной службы безопасности России сообщило, что целью визита генерала было определить необходимый уровень физической защиты посольства Российской Федерации на Украине и других российских учреждений в Киеве. Как выяснил телеканал Дождь, Сергей Беседа является начальником пятой службы ФСБ. Именно это управление занимается разведывательной работой в странах СНГ. Как известно, это подразделение первоначально было создано для того, чтобы работать на территории стран бывшего Советского Союза. Поэтому сотрудники этого подразделения, да и в том числе и сам Беседа, очень много раз замечался в таких точках, как Абхазия, Приднестровье, Молдову, Украина и так далее. Поэтому в данном случае я думаю, что разговор о том, что он там был исключительно для того, чтобы проверять состояние безопасности посольства, наверное, мягко говоря, является указом. В 2039 появляется сообщение, что европейские политики предложили Виктору Януковичу в 10-дневный срок создать правительство национального доверия, до лета изменить Конституцию и провести в течение года досрочные выборы президента и парламента. Это предложение было озвучено и Януковичу, и лидерам оппозиции. В 22.20 в сессионном зале парламента заработала система Рада. В зале зарегистрировано 239 депутатов. Верховная Рада проголосовала постановление об осуждении применения насилия, которое привело к гибели мирных граждан Украины. Депутаты запретили проведение антитеррористической операции, обязали МВД прекратить блокирование подъезда в городу, а Минобороны отозвать свои силы, участвующие в конфликте. За это постановление проголосовало 236 депутатов, в том числе 35 от пропрезидентской фракции партии регионов. За три дня противостояния в центре Киева погибло более 100 человек. Из них 94 это активисты Евромайдана, а 13 сотрудники МВД. 21 февраля в 16 00 президент Украины Виктор Янукович и лидеры трех оппозиционных фракций украинского парламента Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнебок подписали соглашение об урегулировании кризиса в Украине. Документ засвидетельствовали министры иностранных дел Польши Родослав Сикорский и Германии Франк Вальтер Штайнмайер, а также глава Департамента Континентальной Европы Министерства иностранных дел Франции Эрик Фурнье. Соглашение предполагало проведение внеочередных выборов президента и отказ от применения силы со стороны власти и оппозиции. Представитель России, уполномоченный по правам человека Российской Федерации Владимир Лукин подписать соглашение отказался. Мы его не подписали. Мы решили, что не надо связывать себя какими-то формальными соглашениями, обязательствами и подписями, потому что были вопросы и проблемы с каким субъектом переговоров мы будем иметь дело в ближайшее время, как будут развиваться события и кто будет отвечать за те решения, которые принимались и кто за что отвечает вообще. В тот же день на патриотическом интернет-канале День ТВ появилась программа «Как разделить Украину». Восточная Украина вместе с Южной Украиной, включая Крым, Херсон и до какой-то степени Одессу, это все территории, это все население, которое в значительной степени ориентировано на Россию. И было бы очень правильно и разумно сейчас попытаться эти территории каким-то образом, опять-таки подчеркиваю, каким-то образом, потому что это очень сложная с точки зрения юридического, с точки зрения международной юриспруденции проблема, каким-то образом в России вернуть хотя бы на каких-то, пусть даже птичьих правах. В ночь с 21 на 22 февраля президент Виктор Янукович тайно покидает Киев.